Денка 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 КОНЕЦ 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 Прошу объявить! Бежал из-под стражи враг Германии, журналист Зигмут Големба, 36 лет, среднего роста, худощавый. Объявляется всем за выдачу беглеца награда, за укрывательство расстрел. Зигмут! Тебя ищут немцы. Моя семья. Что с ними? Живы? Нет. Обыскать помещение, проверить документы. Немцы идут сюда. Зигмунд, швабы идут. Тебе нужно бежать, Зигмунд. Документы. Зигмунд. Янгин проборж. Янгин проборж. Янгин проборж. Да давай, мальчик. Ты был солдатом, но оружие не твое дело. Шляпов, твое оружие и пироль литератора. Может быть, тебе удастся пробраться за границу, зонтик. Там ты будешь опять писать, продолжать борьбу. Как зовут? Станислав Орлик. Почему бежал? Не знаю, пань. Простите, я испугался. Пропустить. Беги. Отец Йорис, несмотря на болезнь, вечернюю мессу буду отправлять я сам. Пройди в закрессию. Продолжение следует... Продолжение следует... Поляки, братья, Польша истерзана и обескровлена. Горят села, рушатся и пустеют города. Тяжкий крест выпал на долю нашей отчизны. Все это кара за бессмысленное сопротивление. Есть только один путь к мирному труду на благо нашего народа. Этот путь – спокойствие, покорность и порядок. Судьбы Польши в наших руках. КОНЕЦ Что вам нужно? Выступая по радио, вы говорили о судьбах Польши. Я хочу спросить, как я могу служить ей? Ах так, очень трогательно, что вы обратились к таким вопросам, по сути дела, к незнакомому человеку. Ну что ж, вы все обязаны честно помочь у себя в доме организовать новый порядок. Честно служить немцам? Я сказал новому порядку. Это одно и то же. Это нужно для сохранения Польши. Это вы, депутат Сейма, полковник польской армии, советуете изменить своему народу. Кто вы такое, что позволяете себе так... Голэмба? Голэмба? Сигмунд! Стась! За тобой следят. Я знаю. Где Янек? Колосовский? Да. Он переехал. Куда? В Мазовецкое 10. Мы встретимся у него. Хорошо. Туда. КОНЕЦ 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 Ты и теперь не промахнулся, и все-таки промахнулся. Для себя надо оставлять восьмой, последний, Янек. Последний, а не первый. Надо драться, Янек. Как зовут этого шваба, который хотел сделать тебя маляром? Господин Бюроф, я пью за вашу сестру, мадам Ферке. Замужественную северную женщину и ее супруга, господина Ферке, достойных представителей нашей великой расы. Счастливые потомки оценивают ваш подвиг в этой дикой и мрачной Польше, куда по воле фюрера и вы, воинственные переселенцы, и мы, солдаты, вместе несем. КОНЕЦ В первом найденном записке подписан Колоссовский. Кто такой Колоссовский? КОНЕЦ КОНЕЦ Кто такой Колоссовский? Колоссовский это польский художник, который застрелился год тому назад. Так кто же, понял, Колоссовский? Оскорожник! Не смейте бить! Ты же видишь, он не может. Он мой! Я заплатил за него! КОНЕЦ Как вы? Спасибо. Кто был этот Невец? Вилли Гросс, спекулянт, приехал открывать торговлю. Торговлю? Его знают в городе? Нет. Бегите, куда? Я чужой в этом городе, никого не знаю, без документов. Куда бежать? Бегите за вису. На острова. Да, там есть люди, они помогут вам найти выгоду. Ну? Бегите. Скорее. КОНЕЦ КОНЕЦ Хватают людей, направляют их в привокзальные лани. Во благо попались Юзеф и Казик Квитковский. Вам, законно, поручено освободить людей и перебросить их за вису. О! Лейтенант! Глядя на вас, Гросс, можно поверить тому, что человек произошел от обезьяны. Ха-ха-ха-ха-ха. Лейтенант, шут! Лейтенант Вейсел. Лейтенант, наверное, что-нибудь принес на комиссию, а? Есть у меня одна вещь. Но я ее продам в Берлине. Повесьте на видном месте. А что это? Объявление. 50 тысяч марок будет уплачено тому, кто выдаст немецким властям или укажет место пребывания бандита Колосовского. Комендант города майор фон Штольбс. О! Лейтенант! Оремку вина. Нет, Гросс, не могу. Займется. Спешу на вокзал. Нужно отправить в имение в перке три сотни польских работников. Три сотни? Так много? Эти поляки дохнут, как мухи. Нужен запас. Не забудь про объявление. Лейтенант, а когда отправка? У нас ровно в восемь. У нас ровно в восемь. Гарриный... Голи. Поляки. Ну, как идет погрузка, Гал? Прекрасно, фрам Феркер. Через час можем отправлять. Субтитры создавал DimaTorzok Доброквартирмейстер 6-го холейского полка Ворон Стефан Федручч. Приветствую героя испанских походов. У вас острые глаза. Знаки доблести старых воинов вселяют меня трепет. Надеюсь, в России я тоже что-нибудь заслужу. Не думаю. Я был под русским городом Тула и видел, ваши солдаты боялись ходить в атаку. Святой Стефан, так передо мной не только герой Мадрида, но и ветеран русской войны. В этой проклятой богом Польши, я полагаю, вы скучаете и рветесь в бой. Я, положим, сейчас никуда не рвусь. Эта русская Тула и сейчас сидит у меня вот здесь. Теперь очередь других воевать. Эй, мамо. Ну что же вы хотите? Сущие пустяки. Ну, говорите. Наш генерал приказал нам приготовить казармы для нашей бригады, а раз от дня на день прибывает на станции Чарный, но... Ну, ясно. Вы хотите получить имя этих польских рабочих? Вы волшебник. Не могу. Они имеют назначения. Ну, что же мне делать? Вы поймите, генерал, я согласен заплатить любую цену. Посмотрите, вы сказали станции Чарный. Да. Но сколько дней они нужны? Три дня. Слово офицера. И все-все расходы я беру на сепель. Ну, хорошо. Вы доставите поляков в имени Фергер. На три дня от братья этих польских обезьян, господин лейтенант. Рад знакомству, господин капитан. С этого дня сердце барона Федеруччи принадлежит вам. Что это, Франц? Ворон Федеруччи, племянник министра. Я его давно знаю. От него? Угу. Так это мешок с золотом. А эти ферки скупы, как голландцы. Давай, Павел. О, сырный, куй он берет. Вот путевка. Станции Чарный. Паворай, спаде. Павел. ПЕСНЯ Вашей полковник фон Бюлл был настоящим парнем, он шефом гестапо назначил меня, а не этого выскочку Ультера. Ультер знает свое дело. Чепуха. Ты знаешь, что такое Ультер? Чепуха. Ультер работал в Дахау. Ультер работал в Майданике. Он и здесь прекрасно щелкает этих паличишек. Ему можно позавидовать, чёрт побери. Шепуха. А всё-таки колоссовки войти ультразанос. Попробовал бы он поводить меня. Алло, дорогав! Попробовал бы он поводить меня. Кому вы отдали состав польских рабочих? Парон Федруччий. Вы плохо работаете, Галх. Состав с пленными освобождён Колоссовским. Вновь совершено преступление. Человек, именующий себя Колоссовским, захватил группу польских рабочих и призвал их к бунту и мятежу. Своими действиями он пытается очернить весь польский народ в глазах немецких властей. Он вселяет бессмысленные и сглобредные мечты в сердца тёмных элементов, которые помогают ему в его преступлениях. На что надеются эти люди, когда теперь даже ребёнку ясно, что для польского народа есть один путь – благоразумное сотрудничество с германским государством. Слушается дело о соучастии в организации бандитам Колоссовским массового побега рабочих из эшелона, направленного в имение Пферке. Овенеевый Комрич, вы узнаёте эту форму? Нет. Овенеевый Бугушевский? Что? Не прикидывайте с дурачком. Я вам задаю тот же вопрос. Узнаёте ли вы эту форму? Не узнаю. Позвольте. Значит, вы не видели венгерского офицера, который стоял рядом с вами на паровозе? Нам запрещено во время работы глазеть по сторонам. Овенеевый Комрич! Господин Лейтенант, где наш лимундир? У железнодорожной НАСПИ, рядом с местом, где Колоссовский особенный... Понял. Простите, фрау, давай, если нет дела, ещё один вопрос. Пожалуйста, мы не спешим. Офицер, которого встретили на станции, был в этом мутить? Возможно. Не можете ли описать нам его нарушенность? Это был эрегантный офицер с чёрными усиками. Хлысь. Хал? Да, это был хлысь. Петерберг проверит, почему погас свет. Лейтенант Рапс, почему погас свет? Случайно с господином обершарфюровым рубельник был плохо включён. Обвиняемый Комрич и Богушевский, вас задержали на квартире Ксинза Йорисов? Вы же знаете, кто вас направил туда. Спросите об этом у рыжей немки, она всё знает. Обвиняемый Комрич. Лейтенант Рапс, убрать публику, удвоить наружный караул. Они убьют нас. Ничего, Бог не выдаст, свиню не съест. Отчистить залп. Продолжать. Крестьяне Стефан Ракушка и его сестра Юлия. Вы признаёте, что оказали сопротивление имперским властям? Как же, паня, признаю. А только сопротивления не было. Ком? Ты избил стражника, ты проломил голову пару старостей, ты оглоблей, Езус Мария, оглоблей, разбил автомобиль мирных переселенцев фрау Ферки и Хереб Ферки. Наконец ты осмелился поднять руку на солдата германской армии и даже пытался отнять у него оружие. Руку на Шваба? Прошу прощения, на немца? Да что вы, как можно? Да я ударил его ногой, ногой, а не рукой. Кайс ударил два-три разочкой, и то в спину, и чуть пониже спины, что не так уж и больно, панове судей. А винтовку так ее Шваба, прошу прощения, немец уронил. А я подобрал, чтобы не затерялся. Так разве же это сопротивление? Юлия Ракушка, вы подтверждаете показания вашего брата? Да, пани. Она сама проклятая дикая кошка. Да, и ты сама оскорбила? Я только царапалась. Стоять, дебильтар! Лейтенант Рапс, исправить повреждения, проверить охрану. Верхецкий, перерыв? Продолжать. Подписано Колосовским. Да, опять Колосовским. Я принял меры. Думаю, что это пустая угроза. Хорошо. Всян Зиорис, вы обвиняетесь в том, что укрыли себя на квартире Бугушевского и Комрича. И в том, что помогли бежать врагу империи. И даже переодели его в свою сутану. Я помог сохранить человеку жизнь. Всян Зиорис, сознаетесь ли вы в том, что сам вон от осела призывали крестьян к сопротивлению немецким властям? Как пастырь я обязан был вступиться за своих прихожан. Ибо людей гонят с дедовской земли, отбирают скотину и скарб. И все это в пользу немецких переселенцев, которые ведут себя, как волки в овечьем стаде. Сен Зиорис, помните, что вы поляк. Да, я родился и умру поляком. А вы хоть и сын польской матери, а будете... Абелян Айкович! Прокурор Валяшевский, ваше слово. Как прокурор я обязан обвинять этих людей. А как поляк я должен их защищать. Короче, там! Но как же их защищать? Сегодня единственная наша защита оружие. Абелян Айкович! Опять Колосовский? Да. Вы не находите, что шефу гестапо в этом польском выявили с переодеванием неприличной игрой в роли глупого гонца? Вы очень утомились в тылу. Если Колосовский не будет найден, вы отдохнете на Восточном фронте. Вчера я повесил двух Колосовских, а сегодня я не завидую тому, кто займет мое место. Колосовский это легенда. Что такое? Моришавский. Найдем в саду связан. Ну? Фантасмагорье, фантомиссар. Что связал? Колосовский. Брач. 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 Эй вы, выбирайтесь отсюда и вон из города за Вислу на острова. Слышали? Ну, скорей, скорей. Во всей Польше есть один человек, способный на это. Колосовский. Колосовский только имя. А человек? А человек это... Наша агентура гонялась самим по всей Европе, но он всегда менял облик и исчезал. Возможно, вы правы. Мое предположение легко проверить. Каким образом? Казнь ксензая связанных с ним лиц произвести публично. Их нару в рапе шума. Господин комиссар, вы не совсем изучили наш польский характер. Голенда человек азарта. Если казнь ксензая обставить заманчивого... Как ловушку. Все понятно, согласен. Все? Все, господин комиссар. Прошу сюда, господин Венцель. Я не желаю, чтобы наши свидания были предметом широкого обсуждения. Мы дорожим вашей репутации. И вот что. У вас есть люди. Ловушка, ловушка. Но голенда должен быть найден. Живым или мертвым. Лучше мертвым. Проводим. Респономферки! – Что случилось, Карл? – Не выдержали нервы. – Голосоцкий? – На этот раз Стефан Ракушка. – За то, что ты шваб с Карллом посадил в тюрьму честных людей, за то, что жена твоя тратит односельчан собаками и вообще за все старые немецкие грехи, которых я подробно не знаю, но хорошо знает их Ксен Зьорис, гореть вам в огне. Затем остаюсь Стефан Ракушко. – Это целая банда польских мужиков. Они на днях стреляют в меня. – Пусть это вас не волнует, Карл. Мужик – это не Колосоцкий. Голову отрубим, ноги не пойдут, а голову Колосоцкого я вам выдам через четыре часа. Прошу, отдыхайте, а завтра будет спектакль. – Завтра в семь часов утра на кладбище Святой Бригитты будут казнены следующие лица, изоблеченные в измене германскому государству. – Машинист Тадеуш Комлич, крестьянка Юлия Ракушка, Ксенкс Еремия Йорис, комендант города и шеф гестапо майор фон Ультер. – Какой приятный голос, а навевает тоску. – Завтра, завтра. А ведь это будет действительно завтра. – Что делать, Юрлик? Немцы не такие дураки, чтоб широко оповещать о казни трех поляков, в то время как они могут убрать их без шума. – Это ловушка. И ловушка для меня. А я вижу только один выход. И игра эта такова, что проигранной ставкой в ней, по всей вероятности, будет голова Колосовского. – Это голембо Колосовский. Найдите его живым или мертвым. – Ты больше не имеешь права рисковать своей жизнью, Зигмунд. Бросить старика. – Да. Священника. И девочку. На растерзань этим швабским псам. – Да. – Замолчи. Весь остаток жизни моей мне было бы стыдно своего себя. – Извини. – Довольно. – Форма майора войск. СС. – Замолчи. Распродуктор КОНЕЦ КОНЕЦ Все пропало? Наоборот, теперь-то и надо действовать. КОНЕЦ 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 Да-да! Что? Что такое, культер? КОНЕЦ Двадцать минут тому назад я получил это послание. Колоссовский знает час и место казни трёх поляков. По дороге из тюрьмы он собирается освободить их. Будьте настороже, друг германского порядка. Да, чеколад! Сейчас 25 минут третьего. Я считал бы необходим перенос операции на более ранний час, господин комиссар. Хорошо, я позвоню. Ровно в 6 часов берите осужденных. Минимум охраны. 1-20 человек, не больше. Остальное беру на себе. Все. Помните, минимум охраны. До свидания, ультер. Продолжение следует... Устаньте к конвою. Исключите список. Диме Юрис. Я. Радеус Комлич. Я. Юня Ракушка. Я. Выходите. Радеус Комнич designs. Юджики. Ужай, пошай! Продолжение следует... Дышишь? Аiren. Да, а почему так рано? Кое-что. Переменилась. Охрана. Возьмите больше. Приказ. А, ловушка. Марш! 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 Субтитры подогнал «Симон» А всякий случай Давай удачи Ну, ведите осужденных, да оформляйте только поскорее А оформлять, в сущности, нечего Вы шо, раз? Вы шо, раз? Вы шо, разошли? А пастор Колосовский Пастор Колосовский Я расстреляю вас! Я Ультер! Не бойтесь, друзья, я Колосовский Колосовский? Вы Колосовский? Колосовский, Колосовский! Идиот! Десятый шанс вы повторяли, что я Ультер! Ультер? Ультер! Генрих Ультер! Генрих Ультер! А если вы Ультер, так скажите, откуда я вчера получил письмо, которое я вам читал? От своей лоты! Из Рифмонтаря! Она проще не сладенья шелку, балан! Вы? Это вы? А где же это польская свинья? Ну, ключи в машину с автоматиками! Как вы себя чувствуете, отец Сиорин? Сиорин! Мальчик мой! Вы! Спокойно, паникики! Спокойно, паникики! Спокойно, паникики! КОНЕЦ Доброе утро, сестра. Я не издражаю слова, сестра. Голову Колосовскому ввелию с некоторым опозданием. Да, но я не вижу героя. Карл! КОНЕЦ 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 БУДНАМИ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скорее, скорее, панове, к реке. Все ли на месте, братья? Нет, новенького не хватает. Братику, Степаник! Людька, отчаливай! Пароль? Кончается ночь. Проходи. Пароль? Кончается ночь, три человека. Проходи. В истории польского народа никогда не было таких трагических лет, как годы господства фашистов. К Байтанику, Косвенциму привел нас режим санации. Никогда эти люди не будут больше вершить судьбы польского государства. Тому порукой светлый образ Костюшка, поровшегося за свободу Америки. Тому порукой свободолюбивый дух Домбровского, погибшего на парикадах парижской коммуны. Тому порукой наша честь, наша борьба и пролитые нацистами кровь нашего народа. Боевые друзья мои, величественные события последних дней вселяют в сердца надежду на скорое освобождение, ради которого мы не щетили своих жизней. Союзные ПСКА высадились во Франции. Красная армия перешагнула вишну, а вместе с ними идут наши соотечественники, возрожденные польское войско. Боевые друзья мои, удесятерим и мы свои усилия. Владычеству фашизма приходит конец. Друзья, среди нас присутствует человек, имя которого вот уже несколько лет наводит страх на немцев. Видеть лицо этого патриота еще пока нельзя. Подушите огни. Подушите огни. Слово предоставляется Зигмунду Колосовскому. У меня был друг. Он застрелился. В оставленной им записке, которую я ношу, здесь, у сердца, он послал проклятие Шваба. Я взял его имя и именем его нес Шваба месть. Но один человек это один. Два человека это только два. Лишь когда они действуют по поручению и воле народа, они народ. Мы начинали одиночками. Теперь нас тысячи. Русский военный гений приближает час освобождения нашей многострадальной родины. Два народа, польский и русский, после 500-летней искусственно раздутой вражды, готовы стать рядом в едином строю славянских народов. Позор нам будет и вечное бесчестье, если мы позволим Швабам уйти живыми с нашей земли. Нет, ты не Колосовский! Нет! 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 Подушку выше. Так, так, осторожней, осторожней. Обыскать. Вот только этот. Кто тебя послал? Спокойно. Тихо, тихо. Вам нельзя волноваться. Что поют люди? Песню о Грюнвальде. У меня к вам просьба. Пожмите мне руку. Я не могу этого сделать. Сам. Мы вместе будем драться за нашу отчизну. Человек в основе Генцери пробрался в лагерь. Анжель, надо вывезти от задуредей в Тарабновский лес. Ракушка укажет местам. Здесь нас окружат и уничтожат. Комбич, вам, Иксенезу Юрису, придется перейти в фронт и установить связь с польской армией и советским командованием. Надо достать оружие. Я очень рассчитываю на вас. Хорошо. Я достану оружие у немцев. Каким образом? Последняя шутка инвалида Гросса. Если ты, дружок, вернешься и спроси, Не забудь свой честь, Под мышкой принятий. Захвати с собой Также мою ногу Где-то там не помню, Где я ее забыл. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вы ловкий парень, Гросс. В сравнении с вами я щенок, Вы баварец? Баварец. Самые деловые люди в Германии баварцы. И даром фюрер заваривал кашу в Баварии. Ну, ближе к делу. Как с оружием? Есть. На трофейном складе. И? Можете считать, что оно в вашей лавочке. Кое-что придется дать капитану Гаву. Он теперь мой новый начальник. А старый? Взлетел на воздух. Этот оборотень Колосовский Подложил ему свинью. Хорошо, что мы с вами живы. Не должно. Ну, сколько за все? Три тысячи. Две пятьсот. За две пятьсот купить себе козла. Кстати, Зачем это вам нужно оружие, Господин коммерсант? Я же вам говорил. Один наш переселенец Хочет строить здесь фермы, Боится поляк. Ну, три тысячи и забирайте товар. Галкс меня возьмет половину. Две шестьсот. Две девятьсот и черт с вами. Черт со мной, но две семьсот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, хорошо. Ты не будешь расстрелом, Если скажешь точно, кому сбывал оружие. Тебя пошлют в Россию, в штрафный батальон. Я скажу, Но, господин комиссар, Россия это тоже смерть. Я-то думаю, что он может для тебя сделать. Я продал инвалиду Гроссу. Что? Четыре пулемета. Два ящика винтовок. Восемь ящиков ручных гранат. Десять тысяч патронов. Юлия Ракушка. А это вам, Анна Юлия. Добрый подарок. Дай Бог здоровья пану Сигмунду. О, мой друг лейтенант. Сталая калека, накалец-то. А что нужно молодому красивому лейтенанту от старого калеки? Деньги, деньги, Гросс. Опять? Вы слишком широко живете, мой котик. Что делать, Гросс? Жизнь, как я ее понимаю, дорогая штука. Итак, молодому красивому лейтенанту нужны деньги. Да, нужны деньги. Молодой красивый. Вы удачно поймали нитку. Остается распутать клубок. Сейчас мы узнаем, кто такой этот Гросс. Я сам допрошу его. Гросс. Помни, посидишь в карцере и только, но есть ли хоть одно слово комиссару, что раб сделился со мной? Понял? Понял. Я-то не скажу ни слова, но у этой свиньи лейтенанта длинный язык. Он слишком много пьет. Это уж мое дело. Ай! Хай! Ай! Ай, Битлер! Хай! Ну что ж, твои ножки поправились, кросс. Так точно, господин капитал. Лейтенант так ловко тратил меня чем-то по голове, что там соединились какие-то винтики и вновь пошли. Ефрейто Вильям Гросс, год рождения 6-й, 22-я пехотная дивизия. Так, так точно, господин капитал. Твоя солдатская книжка. Так точно, господин капитал. За что крест? Город Крин, господин капитал. Там не один убил двух казах и одного взял в плед. Дело было так. Все. Проверили? Документы в полном порядке, господин капитал. Не совсем в порядке здесь. Мультиотварей, сумка, петесь, морг. Ну а теперь скажи-ка нам, Голи Гросс, кому ты продал краденое оружие? А может не раньше сказать, у кого я его купил? Это дело другое. Нет. Кому продал? Где селентом, а? Ну кому же? Одному лицу. Поляка? Да. А где ты с ним познакомился? На базаре. Он назвал себя Петрусевичем, но я думаю, что... Что? Прорешите подойти, господин капитал? Ну? Я думаю, что это был сам Колоссовский. Значит, ты, немецкий солдат, помогал Колоссовскому? Конечно, господин комиссар. Раз я ему продал оружие, то выходит, что я вроде его сообщик. Но он грозился, господин комиссар. Я боялся. Я... Господин комиссар, за что? Мой крест! Господин комиссар, я заслужил! Вы можете меня расстрелять, но ТКС он мой! Ужасные русские бомбы. Господин комиссар, я заслужил ТКС. Господин комиссар, это доктор считает меня с уважением. Немецкий солдат не может быть с уважением. Господин комиссар, я попробую убить двух казахов. Господин комиссар. Господин комиссар. Выкиньте этого идиота. Чтобы ноги твоей не было в городе. Слышишь? Господин комиссар. Господин комиссар. Господин комиссар, мой крест. Господин комиссар. Мой крест, господин комиссар. Мой крест, господин комиссар. Господин комиссар. КОНЕЦ До свидания. КОНЕЦ 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 Повези, повези, сюда повези. Держите огонь по немцам. КОНЕЦ 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 Братья-поляки, наступил решительный час в жизни новой Европы. С востока надвигается на нас чудовищный вал большевистской опасности. Помните, что только храбрая германская армия в состоянии спасти Европу и всех нас. Будьте лояльны германским властям. Поддерживайте новый порядок. Братья-поляки, люди, называющие себя партизанами, выступают против этого порядка. Зрывают мосты, нарушают коммуникации в тылу германских войск. Тем самым помогают нашему общему врагу русским. Разоблачайте этих людей. Этот пенсель становится более опасным, чем это можно ему позволить. Прошу. Надо заставить его хоть однажды сказать правду. Вы можете это взять на себя? Да. И надо, чтобы эта правда была сказана громко. Понимаю. Русское командование готовит прорыв на нашем участке фронта. На нас возложена почетнейшая задача. Нанести немцам удар с тыла. Выступление партизан руководит полковник Азорский. План выступления довольно прост. Вместе с украинскими партизанами внезапным ударом... Юлиус! 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 Нападение на станцию! В районе дефополя стрелка! Что делать? Что происходит в городе? Что происходит в городе, я вас спрашиваю? В районе дефополя! С 힘들ыми ударом бассовом бассейны... В ending сцены защища! В… 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 Продолжение следует... Не успокойтесь, я буду вполне лоялен к новым властям и, может быть, признаю свои ошибки. Это спутает карты. Соберите своих людей и ждите распоряжения. Борисович, Борисович, Борисович. Всем окружным комендантам и делегатурам предлагается немедленно осуществить следующее. Законспирировать штабы, тщательно укрыть оружие, боеприпасы, радиостанции. Наши позывные в дальнейшем. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Держать оборону. Венцеля сюда. Задись. Включить микрофоны. Включаю. Включить микрофоны. Включить микрофоны. Много оружия были моим оружием. Мне нет оправдания. Я виноват. Правда, я был не один. Увести. Вы не убьете меня. Я знаю очень много. Я смогу быть вам полезным. Увести! Смерть летать! Его будет судить народ! Пропустить! Русские шапки! Играет музыка! Обязательно! Друзья! Жигут! Обязательно! На улице! Русские! Играет музыка! И вас, русские! И вас, Польша! И вас, моя родная страна! Субтитры создавал DimaTorzok